Всем добрый день, меня зовут Андрей и это наше очередное видео на канале Ремпроект. Сегодня у нас такая тема, зачем нужна 3D визуализация интерьера. Ну например, вы приняли решение привлечь к ремонту профессионального дизайнера. Сообщили ему свои пожелания по расположению, по оформлению комнаты, дальше дело за профессионалом. Он подготовит чертежи расположения перегородок, коммуникации, планы раскладки напольных покрытий, настенных покрытий. Далее вам необходимо выбрать чистовые отделочные материалы, такие как обои, краска, плитка, паркет. Дизайнер предлагает вам всевозможные варианты, от вас требуется окончательное решение. Вы мысленно представляете себе эти обои или плитку, как они будут смотреться в гостиной или в кухне. И конечно же вам это сделать очень тяжело. Приходится признать, что это сделать непросто, имея в руках только кусочек плитки или кусочек обоев. Именно для того, чтобы понять, как ваш интерьер будет выглядеть в реальном исполнении, нужно делать 3D визуализацию. 3D визуализация это неоценимая помощь для клиента. Ведь подобно фотографиям, изображение 3D передает не только форму, цвет объектов, но даже их фактуру и отражающую способность. Их прозрачность, их натуральный цвет, а также передает реальное освещение в комнате. Немаловажную роль в 3D визуализации играет моделирование будущего освещения. Компьютерная программа может передать мощность ламп, степень рассеивания, цветовую передачу ламп. При этом все предметы будут изображены так, как будто они будут выглядеть в дневном или электрическом освещении. Под визуализацией понимают различные изображения будущего интерьера. Иногда в процессе обсуждения проекта дизайнер может сделать схематичный чертеж, либо какой-то эскиз. Данный рисунок является неплохим решением, но он никогда не сможет заменить 3D визуализацию. Так как в 3D визуализации вы можете увидеть все те тонкости и мелочи, которые от руки изобразить невозможно. Хорошую визуализацию можно сделать на компьютере при помощи специальных программ. Обычно дизайнер не ограничивается одним изображением. Он делает для вас несколько 3D визуализаций для лучшего восприятия помещения. То есть 3D визуализация это прекрасная возможность для дизайнера обрисовать клиенту проект не на пальцах, а наглядно и в красках. Но следует понимать, что визуализация это очень трудоемкий процесс, который иногда для клиента вливается в копеечку. Это очень кропотливая работа, которая требует много времени и усилий от дизайнера. Поэтому конечно же проект с 3D визуализацией стоит дороже, чем просто проект комплект чертежей, необходимый для ремонта квартиры. Но зато в 3D визуализации вы можете получить все стилистические решения, цветовые решения, набор фактур, реальные материалы, которые будут использоваться на объекте. И другие плюсы, которые очень важны в построении интерьера. Ну вот приведу пример. Вот мы недавно осмотрели с клиентом плитку на стендах в одном из магазинов. И он не понимал, как эта плитка впишется в его ванную комнату. Конечно, если бы я на пальцах объяснил, где будет какая плитка, на какой стене, ему сложно было понять в итоге, как будет выглядеть его санузел. В итоге была выполнена визуализация. То есть здесь указана именно та плитка, которую мы выбрали с клиентом в магазине. Было сделано несколько вариантов расположения плитки. И в итоге клиентам было принято решение, какой из вариантов выбрать. Вот наглядный пример, для чего нужна 3D визуализация. То есть, чтобы вы понимали, что в настоящее время дизайнеры интерьера, когда делают визуализацию, они закладывают туда уже те материалы, те фактуры, ту плитку, тот ламинат, который будет реально в вашей квартире. То есть это не фактуры просто с головы, либо с интернета. До того, как сделать 3D визуализацию, мы с клиентами обязательно ездим в магазины, выбираем понравившуюся плитку, ламинат, напольные покрытия, настенные покрытия. И дальше эти цвета, эти фактуры закладываются в дизайн проект, который в итоге отражается в 3D визуализации. Надеюсь, вам понравилось мое короткое видео про 3D визуализацию, и вы готовы уже у нас ее заказать. С вами был Кунев Андрей, дизайнер, инженер-строитель. Всем удачи!